Что касается Гомеля, ну, Геннадий Михайлович, мы с тобой на эту тему говорили и по-мужски совсем недавно, пару дней назад. Коль берешься, значит, знаешь, куда идешь. Что же не знаешь? Работал сам, видел. Главное, чтобы был результат. Наверное, эта область непростая. Конечно, там целый клубок проблем. И мне кажется, несмотря на то, что самая южная область, она сложнее даже, чем Гитинская. На перспективу. Там надо очень серьезно поработать, начиная от севооборотов и заканчивая промышленными гигантами. В связи с тем, что является ситуация на Гомсельмаш. Я полагаю, вы уже уникли достаточно. Руководитель неплохой, я чувствую, понимает, что надо делать, но не допускайте никакой фальсификации. Вы видите, что произошло на Гомсельмаш, когда они отчитывали, что они комбайны произвели, а там комплекты комбайнов валялись на складе, даже неукомплектованные. И все, начиная от Румаса Качанова и Турчина, и заканчивая главами администрации, все там ходили и не видели, что происходит. Тогда вот героически приходится преодолевать те препятствия, которые там возникли. В общем, мужики, не мне вам объяснять, что надо делать, идите и начинайте работать. Есть проблемы, говорите, будем решать вместе. Но ни в коем случае не надо упираться в стенку и останавливаться. Нет никаких стен, нет непреодолимых сегодня в стране препятствий. Опустите руки. Вот я говорил председателям райисполкома, в одной лодке опустили руки на том месте брешь, утонем вместе. Поэтому надо действовать, не глядя по сторонам, а если и посмотреть, только для того, чтобы изучить ситуацию и принять решение. Мне поступает информация, что у вас, вот даже когда вы исполняли обязанности, люди говорят о том, что да, молодец, принимает конкретные решения, обсуждение и принятие решения, без колебаний, вперед. Ошиблись по пути, исправите, немножко подкорректируйте курс. Но времени нет. Я уже тебе говорил, выборы одни, выборы вторые, будет непросто.